Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня приглашаю вас в свой день, потому что сегодня четверг. Четверг обычно у меня полон событий, насыщен, потому что в четверг есть рыбный рынок. Для рынка, как я много раз рассказывала и говорила, я принаряжаюсь, чтобы, в общем-то, и рыбки кусочек тебе получше положили, и желательно в очереди тебя заметили. Это, конечно же, само маркетинг, ничто иное. Обязательно видео на эту тему также выпущу. Сегодня я поеду в Паду и примерю самые обычные мужские брюки чинус, а-ля чинус. Я не всегда уверена, что я правильно называю вещи. Кто-то пеняет мне в комментариях, что я не разбираюсь. Но на самом деле у меня есть некая путаница между итальянскими названиями, английскими названиями. То, как это называется на русском языке. Например, вот такая обувь, классические лоферы, я думаю, в понимании очень многих моих зрителей. На итальянском называются макосины. Очень часто я такую обувь называю макосинами. То же самое произошло с джинсами-бананами. На итальянском такие джинсы называются бананы с джинсами. Соответственно, я называю их бананами. Я хочу примерить самые обычные мужские брюки прямого кроя и затянуть их поясом. И посмотреть, получится ли у меня эффект. Тот, о котором говорил не просто продавец. Я не стала освещать тему продавца в видео про джинсы. Но это человек, который очень и очень долго владеет этим магазином. Безусловно, это работа по франчайзингу. Я его знаю, на самом деле, вот сколько приехало, сколько я здесь живу. Первый раз посетила магазин Levi's, надеясь найти себе какие-нибудь классные джинсы. Этого ни разу не произошло. Ничего я там себе найти не могу. Не знаю даже почему. Но я помню его и дядечке, на самом деле, лет хороших так 50. Он весь татуированный. У него уши вот таким образом все проколоты и заколоты. Он очень импозантно выглядит. Он очень-очень подходит вот прямо-таки своим видом под владельца магазина и продавца в магазине вот таких джинсовых классных вещей. И могу сказать, что его совету я очень-очень доверяю. Да, зрители разделили своих мнений 50 на 50. Кстати, вчера со мной произошло очень интересное событие. Я очень надену-ка я кепку. Кстати, эту кепку мой муж одобрил. Это кепка, которую я купила в Манго. Ее уже все померили, перетянули мне на самом деле размер. И я поеду, мой муж сказал, слушай, такая классная кепка, сколько стоит? Я сказала, 7,99, то есть 8 евро. Он сказал, возьми побольше. Я говорю, ты знаешь, их было всего три таких кепки. Их было всего три. Я надела кепку, чтобы мне солнце не светило во глаза, чтобы морщины во время записи видео не образовывались. Так вот он мне сказал, слушай, классные кепки, купи всем ребятам, потому что все померили, и мой муж померил. Вот на самом деле подошла Туля, плюс это хлопковая кепка, редко такое можно найти, чтобы все тебе подходило. Он тоже спросил меня, есть ли с другими буквами. Нет, с другими буквами нет. Я зашла на сайт Манго. К сожалению, этих кепок на сайте Манго нет. Поэтому я поеду в магазин и куплю все, что остались. На тот момент, когда я покупала, оставались две. Всего их было три, соответственно, кому-то из ребят перепадет классная такая кепка от Манго. А шляпу, которую я показала в видео моей покупки Манго, я верну, потому что эта шляпа в магазине стоила 19,99. А на сайте она стоит 14,99. Поэтому я ее верну, мне дадут чек. На этот чек я куплю кепки и закажу шляпу на сайте, потому что я считаю, что 5 евро для Манго – это большой разрыв в цене. Поскольку я все равно собираюсь в Манго, я, в общем-то, и верну эту шляпу, потому что я считаю, это очень несправедливо, когда цена настолько отличается на сайте, на ту же самую вещь в момент распродаж, либо в момент каких-то промо-акций. И, в общем-то, цена в магазине, я считаю, должна быть идентичной. Что еще хотела вам сказать, дорогие зрители? Хотела сказать вам по поводу рыбы. Очень многие удивились, что мы едим сырую рыбу. И я, на самом деле, упустила этот момент в том видео, не сказала, что не всю сырую рыбу можно есть здесь, в Италии. Есть только, да по большому счету, тунец. Вот он всегда проходит определенную процедуру. Она называется аббатимейнто. Это определенного типа заморозка при определенной скорости, определенных температурах, когда убиваются паразиты. Но не все паразиты убиваются таким образом. Соответственно, какую-то рыбу, которая склонна к таким паразитам, можно есть. А какую-то даже после аббатимейнто нельзя есть. Например, скампи. Если вы придете на рынок, вы всегда должны спросить, вот эти скампи, они прошли процедуру аббатимейнто? Либо их вообще можно есть сырыми? Если вы не запомните слово, которое охарактеризует эту процедуру, вы можете просто спросить, вот это можно есть сырым? Сипо, манджаро, крудо или нет? И, как правило, всего 2-3 наименования из всего рыбного лотка, что можно есть сырым. Эту процедуру иногда для определенных видов рыбы, например, для сальмоны, для, получается, забыла, 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 для оранжевая рыба такая. Это, получается, у нас не тунец, лосось, для лосося. Эту процедуру можно повторить 48-часовым замораживанием в обычном холодильнике, не промышленном, а для домашнего использования. Но для определенных рыб такая обработка не подойдет. Для сальмоны подходит, для других видов рыб не подойдет. По поводу лимонного сока мне написали, лимонный сок, к сожалению, не убивает паразитов, поэтому думать, что вы купите любую рыбу и полив лимонным соком обильно, сможете ее употреблять, это будет безопасно, это заблуждение. Давайте я покажу вам, как я сегодня одета, что называется, принарядилась, уже сказала, зачем я это делала. На самом деле, я как-то с утра легко наряжаюсь, мне не сложно, несмотря на то, что приходится вставать и, в общем-то, очень часто приходится собираться быстро. Я с утра наряжаюсь гораздо проще и легче, чем потом, допустим, в обеде, после обеда. Вот после обеда на меня уже накатывает какая-то дневная усталость. На самом деле, в Италии это характерно. В Италии основная часть деятельности человека приходится на утренние часы. Это связано, конечно же, с климатом, с историческими предпосылками, которые связаны с климатом. И вот, действительно, после двух часов уже все достаточно расслаблено, все достаточно уже уставшие, я в том числе. Что ж, дорогие зрители, желаю всем отличного начала дня. Сейчас время примерно 8.45, скоро будет бой колокола. Сейчас я запишу видео о минимализме для своего нового канала. А на новом канале, кстати, вышло продолжение истории про темнокожую девушку, которой я отдала вещи. Всем хорошего настроения, увидимся очень скоро. Ну что ж, дорогие зрители, вот я и на рынке. Приехала, приехала. Как всегда, много хороших, классных вещей, которые стоят недорого. Мое внимание привлекли вот эти куртки. На мой взгляд, они прекрасно сделаны, наполнены синтепоном, как сейчас часто наполняют синтепоном и более дорогие товары. Стоили эти куртки 69 евро. Это, безусловно, остатки из какого-то магазина. И цена, цена пополам. Вот такую картину можно наблюдать очень часто на рынке. Я сама очень часто так люблю покопаться. Прямо-таки, ну, мне нравится. Не знаю, возможно, меня это расслабляет. Я знаю, многие зрители удивляют. Моя страсть, и очень многие находят, действительно, что называется на итальянском, non-coerent. То есть, когда факты не совпадают, нельзя их сопоставить. Но я ничего странного не вижу ни в себе, ни в других людях, которые подобным образом так относятся к вещам и таким образом выбирают вещи. Посмотрите, какую классную сумку я нашла. Сумка стоит 24 евро. И я не знаю, является ли она точной репликой дзанелату, сумки дзанелату, либо нет. Но очень-очень похожа. В любом случае, в руках такая сумка. Это не кожа, это эко-кожа. Будет смотреться, на мой взгляд, очень хорошо за счет цвета. И очень-очень аккуратно сделана эта вещь. Ну что ж, большое количество пальто. Снимаю я немножечко из-под тяжка, поэтому кадр не всегда сцентрован. Люди очень не любят на рынке, когда их снимают именно продавцы. И, возможно, они считают, что я с какой-то проверкой пришла. Чаще всего я получаю отказы в съемке именно на рынке. Ну что ж, на рынке все, как всегда, интересно традиционно. Есть что найти, есть на что посмотреть. Я же, купив рыбку, отправляюсь в Падуэль. Давай еще раз на камеру. В чем твой ум заключается? В моей женщине. Да нет, не в том. А в том, что ты разглядел рядом с собой умную женщину. Вот это твой самый большой ум. Подтверждаешь? Сто процентов. Очень. Для поездки в Падуэль я переобуваюсь в более удобную обувь, разношенную, и на размерчик мне больше. Я, на самом деле, люблю прикупить себе обувь на размер больше. И выпрашиваю мужа свитер. Это свитер, который он уже собирался выбрасывать, но все равно он неохотно его разрешает мне надеть. А мне лично такие вещи всегда нужны. Я рассказывала, что у меня есть отдельные свитера, которые я ношу под верхнюю одежду, потому что они больше закатываются, они могут повреждаться этикетками, которые имеются на нашей верхней одежде. Я вам искренне рекомендую делать так же. Иметь белый свитер, иметь какой-то базовый свитер, который вы будете носить под вашу верхнюю одежду. Очень холодно, сильный ветер. В определенный момент я начинаю себя чувствовать, как героиня песни «Ветер с моря дул». Я на самом деле всегда говорю мужу, что мне нужно было денежки инвестировать не в сумки, а в мою певческую карьеру. Посмотрите, как бы я хорошо и классно смотрелась в каком-нибудь видеоклипе. Ветер в лицо и пальто раздувается. Кстати, пальто прекрасно смотрится с боковыми разрезами именно в движении. Очень рекомендую вам присмотреться к такой модели. Ну что ж, я отправляюсь в Манго. И вы знаете, лихо хватаю первые попавшиеся брюки. И думаю, сейчас я вам покажу, дорогие зрители, как классно можно одеться в мужском отделе. Просто прикупив брючки побольше, по сходной цене. Отправляюсь в примерочную. Был задан интересный вопрос, где я примеряю. Да, я примеряю в мужском отделе. Я не несу в примерочную, в женскую. И могу сказать, что вот здесь это было мое большое удивление. Брючки в обтяг, я их еле застегнула. Я не представляю, на каких мужчин они рассчитаны. Я взяла М-очку. То есть я даже не взяла С. Уж тем более не взяла XS. И вы знаете, в этот раз примерка не удалась, потому что я была с мужем. Он захотел примерить кепки, а я нашла себе очки. Он сказал, берем такие очки подешевле. Можно 10 пар купить вместо одной. Но нашла вот такие классные брюки. Тоже не примерила. Нужно будет мне вернуться. Вернуться в манго. Да просто потому, что я увидела очень много хорошей, классной одежды. Которые, на мой взгляд, уже по размеру Егора. Егору в размере XS. Он уже может начинать носить мужской манго. И мне понравились куртки. Мне понравились джинсовые куртки, рубашки. И я думаю, что в ближайшее время мы вернемся с Егором. Вот тогда-то мы и повеселимся с Егором. Я примерю какие-нибудь огромные мужские брюки. Но я обнаружила, что в манго очень много Slim Fit. Не знаю, получится или нет. Но в любом случае, в манго мужской отдел я обязательно вернусь. А по пути уже бегом-бегом в машину. Я забегаю в Twinset. Мой муж меня уже ждет в машине. У меня есть какие-нибудь 15 минут на съемку. Но я решаю зайти в магазин Twinset. И я увидела вот такие красивые юбки. Я всегда говорила, что юбки в пайетках. Юбки с бахромой. Это то, что мне очень нравится. То, что я бы носила со свитшотом. Как вы видите в спешке, я примеряю юбку прямо-таки на брюки. И она мне очень-очень понравилась. Но не было маленького размера. Это слегка мне велика, учитывая так же, что я и на брюки меряю. И, соответственно, хочу купить себе подобную юбку. Если она будет на сайте, обязательно, обязательно это сделаю. Клубничная. Клубничная? А зачем ты взял строчателу? Вот я взял. Я не могу купить, а я не знаю, что это другое. Ну что ж, дорогие зрители, мы с Данечкой вернулись домой. Признаться, я уже достаточно уставшая, как и любая мама маленьких детей к концу дня. Мы поели с ним мороженое. Привезли мороженое старшим детям. Сегодня четверг, напоминаю. И сейчас я поеду заниматься документами, которые нужно собрать для того, чтобы обновить permesso de sojourno, то есть свит на жительство. И, соответственно, вот такой день у меня получается. Вечером мне еще нужно будет приготовить вкусную рыбу, потому что Данечка любит рыбу пожаренную. Старшие дети не едят. А в четверг у моего мужа тоже рыбный день, соответственно, я буду ему готовить. Хочу сказать, что я уже в который раз приезжаю с падой и не обедаю, а ем, точнее выжимаю себе сок. Я все-таки достала свою высокую выжималку. И могу сказать, что я чувствую прямо-таки большую-большую разницу. Я сказала, что я брови пробовала, поэтому у меня такие черные брови. Так вот, я могу сказать, что я чувствую большую разницу, когда я поем углеводы. Допустим, рис себе сварю, чтобы на вечер детям обжарить. Дети у меня очень любят жареный рис. Обжаренный рис не часто им готовлю. Но, тем не менее, когда я понимаю, что вот я не успеваю сама себе приготовить на обед, готовлю рис. К вечеру рис остывает, и я его обжариваю. И могу сказать, что когда я таким образом питаюсь, после, получается, интервального голодания, я сразу же чувствую сонливость. А вот если я приехала, как сегодня сачка себе отжала, делаю обычно яблоко, капусту, морковь и сегодня также апельсины. Я покупаю биоапельсины, поэтому отжимаю их непосредственно вместе с кожурой. И получается такой очень характерный маслянистый вкус и очень пощипывающий вкус. Кто отжимал с кожурой, наверняка знает. И могу сказать, что чувствую себя прекрасно. Вот нет вот этого желания посидеть, еще больше прямо таких, чтобы день завершился, поскорее спать пойти и наконец-то отдохнуть. Поэтому сейчас у меня, наверное, часовое сидение в очереди будет. Потом я буду заполнять документы при помощи человека, который помогает заполнять документы. Ну, а потом наверняка обнаружится что-то, чего не доставит. И, соответственно, вот, в общем-то, такая бюрократия с человеческим лесом здесь в Италии. На самом деле здесь очень-очень большие молодцы всегда помогают всем иностранцам заполнить документы. И, кстати, очень интересно связано с этим местом у меня история, когда у нас был принтер, который, я не помню, он что-то не соединялся с нашим компьютером, но он был абсолютно рабочий. И на него даже были картриджи. И я отнесла вот в этот центр, где сейчас я буду заполнять документы, я не знаю, когда я в прошлый раз приезжала, меня вспомнили. Я отнесла картриджи и сам принтер, потому что, когда я делала первый раз документы, я столкнулась с тем, что мне негде было сделать ксерокопии. Я не знала, что в Италии ксерокопию можно сделать в любой табетчерии, то есть зайти и за 10 центов сделать ксерокопию всего чего угодно, в каком угодно количестве. И я была просто в панике, потому что я не знала, где мне распечатать и где мне от ксерокопировать, где мне получить ксерокопии. И вот сейчас этот центр обладает ксероксом, сканером, а также ксероксом получается, да. Что-то я подустала, и мысли мои теряются, которые, в общем-то, я подарила. Конечно же, я этим горжусь, похвасталась, как всегда, поеду дальше по делам. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Кстати, я желаю, по традиции, в каждом своем видео что-то желаю своим зрителям, я желаю своим зрителям успевать много-много-много в течение дня, и при этом не чувствовать себя уставшими. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.